Ну что, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. И здесь мы с вами говорим о моде, о стиле, о блогинге, об инфлюенсинге, о том, как работать с брендами. А также я рассказываю о своей жизни во Франции, потому что я только-только сюда переехала по студенческой визе. И в этом видео я хочу с вами поделиться своими покупками, потому что, как мы понимаем, после России, когда ты выезжаешь в Европу, ты просто вау, как много всего, как много брендов, Zara, масс-маркет, лакшери бренды и так далее, все супер доступно. Кто живет в России, вы меня понимаете, сразу выезжаешь и хочется все посмотреть, все купить, и такой вау-вау-вау. А в этом месяце у меня, конечно же, были покупочки, и покупочки не российских брендов, а на этот раз уже бренды Jacquemus, Cos, Zara Home и так далее, и так далее. Вот эти, значит, бренды мы с вами сегодня и распакуем. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой Инстаграм, у меня их два, потому что старые мои атакуют глюки Инстаграма, удаляют подписчиков, и, короче, что-то непонятное происходит. Поэтому я сейчас развиваю свой новый аккаунт, и вы можете наблюдать, как я с нуля развиваю его на новую аудиторию и какие методы я использую. Итак, давайте начнем с самой сочной распаковки. Это бренд Jacques Miu. И отгадайте, что я купила. Конечно же, я купила сумку, которую я очень давно хотела. Это новая коллекция. Конечно же, красный цвет у нас в тренде, поэтому... Считайте, я эту сумку просто урвала, потому что я забрала последнюю. Я была в нескольких бутиках, они там закончились. Я пришла в галеррию Le Foyer и забрала последнюю, буквально витринный вариант. Просто выхватила из рук и сказала, я покупаю ее, понесла на кассу, и вот она моя красавица. Я ее уже поносила, да, сделала вид, что она супер новая, но я ее уже ношу где-то две недели. И все обращают на нее внимание, говорят, какая классная сумочка. И да, я на нее заглядывалась еще в России. Я хотела заказать на Ускеле, либо через Байера. И она в России стоила где-то 70 тысяч рублей. До сих пор вы можете заказать там на Ускеле и так далее. Такая супер аккуратненькая. Я покажу образы с ней, потому что я, конечно же, с ней уже пофотографировалась. Вот так вот она выглядит. К любому образу супер крутой акцент и обращает на себя внимание. Дальше я вам хочу показать нетипичную для меня покупку Zara Home. К сожалению, пакетик я уже выбросила, но я эту юбку тоже уже знатно поносила. Она супер мягкая. Мне кажется, я ее хочу просто этой осенью каждый день носить. Тоже прикреплю здесь фотографию, как образы с ней выглядят. Просто посмотрите на текстуру. Она просто... Мне можно и дома, и на улицу, и с какими-то угами, и с какими-то сапожками, и с курточкой, и с пальто. В общем, просто необычайно большое количество образов с ней собирается. Она длинная, прям конкретно в пол. У меня рост 165, если вы метр 70 и 70, ну и больше, она будет скорее вам как миди. Если вы меньше метров 70, а там 65, может быть 66-67, она вам будет прям в пол и супер круто выглядеть. Поэтому можете через Bayer, если вы в России, заказать эту юбку в Zara Home. Там очень классная коллекция, вот такая вот пушистенькая. Она стоила где-то 5000 рублей, если переводить на рубли. Дальше хочу вам показать покупочки из Кос. Это все новая коллекция, вы также можете это заказать через Bayer. Я в восторге от этого топа. Просто в восторге. Во-первых, он коротенький такой. Во-вторых, здесь такие есть классные складочки. Это создает очень классный силуэт. А в-третьих, здесь голая спина. То есть здесь есть такая застежечка. Она вот на такой вот пуговичке раз, отстегивается, застегивается. И это такая классная голая спинка получается. Вот. Я тоже прикрепляю сюда фотографии. Смотрите, как это очень круто выглядит. Этот топ очень круто выглядит вот таким украшением. Он такой в стиле Celine, такой минимализм. На самом деле, даже с этим можно надеть. Если сюда вот так вот закрыть вот эту вот надпись. Она просто совсем черным, с свитерами. Очень круто выглядит такое украшение. То есть оно не привлекает на себя внимание за счет кожаной веревочки такой. И вот этот вот овальчик, он делает классный акцент. Можно свитерами что-то, вот куда не наденешь маленькое украшение. Но хочется заполнить пустое пространство. Маст на эту зиму. Супер рекомендую. И также купила вот такой браслетик. Он вот так вот открывается, закрывается. И тоже это такой стиль минимализм. Очень круто я надеваю, знаете, какие-нибудь водолазки поверх вот этот браслет. Такой как акцент. Ну и можно просто носить, типа, просто с чем угодно. Тоже супер универсально. Минимализм, как я люблю. Стоили эти украшения. Это где-то 3 500 или 4 тысячи стоило. Это тоже около того. И супер трендовый аксессуар этой осенью. Наверное, в России это еще не совсем распространено. Хотя я вижу, что бренды уже начинают стилизовать образы с таким вот ремешочком. Тоже прикрепляю сюда, как я это стилизовала. Это, во-первых, можно повязывать поверх пальто. Сейчас я покажу, каким образом на себе. Так вот обвязываем два раза. И вот так петельку одну сделаем. Просто как обычный бантик. Только завязываем. И получается вот такое украшение. Подчеркнуть как деталью. Просто очень круто выглядит. Особенно если у вас какая-то молочная обувь. Или торчит молочная юбка. Или сумочка молочная. То есть чем-то оно должно перекликаться. Сразу собирает взгляды, комплименты. Так что очень советую для того, чтобы разнообразить свои обычные образы. И сделать их более элегантными. И следующий бренд. Это у нас будет Кос. Потому что это мои последние покупочки. Недавние. Эту куртку я вообще еще не надевала. Но она полностью 100% из шерсти. Это массимо. Стоит на русские деньги, если переводить, 15 тысяч рублей. Вот. Она такая молочненькая. Очень круто выглядит. Особенно вот этой молочной юбкой. Это просто perfect match. И я когда это увидела, я подумала, да. Вот эта курточка пойдет с этой юбочкой. И они идеально сочетаются. И по текстуре они прям похожи. По цвету хорошо перекликаются. И вот просто супер идеальный. Такой уютный образ на эту осень уже готов. И конечно же я собрала, как я любитель, знаете, заходить в магазин и сразу тотал образ собирать. Конечно же, к этому образу у нас пошла вот такая сумка. Тоже от Massimo. Это тоже кожа натуральная. И сейчас супер в тренде. Вот знаете, именно такие мятые... Такая именно мятая кожа. Она немножко тоненькая. То есть она такая тоненькая кожа. Немножко мятая, глянцевая. То есть мне кажется, это прям супер-супер тренд. И напоминает для меня такой, знаете, пакетик из фастфуда, который можно так вот завернуть и подмышечкой нести. И это тоже очень стильно выглядит. Прям, знаете, любой образ делает таким супер-стайлиш. Супер таким необычным. Хочется рассматривать. Вообще я ношу эту сумку на учебу, потому что она большая. И я сюда просто учебники и тетради и что-нибудь бросаю. Так вот заворачиваю и несу. И плюс, знаете, такие супер-типс для Парижа и вообще для всяких европейских стран, где они супер-безопасны с воровством и так далее. Ты всегда подмышечкой это все несешь. И никто не выхватит или, знаете, из сумки ничего не достает. Потому что ты под контролем. Это все завернуто. И никто ничего у тебя не сворует. То есть это еще и про безопасность в Европе. Вот поэтому советую. Стоила эта сумка тоже где-то 15 тысяч рублей. Последняя покупочка это вот такие сапожки. Тоже из Массима. И обратите внимание на каблучок. Он такой, знаете, он такой маленький. И он вроде бы элегантный, но очень удобный. То есть ты не ходишь, как и не устаешь. То есть как очень такая удобная посадка каблука. И они немножечко... То есть они здесь прямые. То есть они не облегают ногу. Они прямые, не облегают ногу. Их можно надевать как гармошечка такая. Тоже прикрепляю фотографию. Можете посмотреть, как я вообще полностью этот образ весь собрала с молочным костюмчиком. Вообще эти сапоги уже два дня таскаю. Совсем подраться читаю, экспериментирую. В целом, мне кажется, все. Остальные мои покупки, они были косметические. Какие-то по мелочи из-за чендема. Там джинсы, что-то такое менее интересное. И если хотите от меня распаковку моих продуктов для моего макияжа из Бобби Браун. Вообще косметические, что я использую. То пишите в комментариях. Я сделаю видео на этот счет. Покажу, как я делаю с Моки. Вот. Новыми своими продуктами. И, кстати, скоро хэллоуин. Поэтому я думаю, что у Пати макияж такой с Моки. Особенно, если у вас небольшие глаза. Может быть, вам будет это очень полезно и интересно. Так что обязательно пишите фидбэк. Ставьте лайки. Комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Буду стараться делать чаще ролики. Именно про какие-то распаковки. Возможно, каждый месяц. Я буду смотреть по вашему фидбэку, насколько вам это интересно. Все. Всех целую. Не забывайте на меня подписываться в Инстаграме и на Ютубе. И всем пока-пока.